На урок физкультуры третий класс построен. У дежурной с Нашкина Алена. Рапорт не поднял. Уроки физкультуры для младших школьников Пёшской средней школы сегодня проходят в помещении детского сада. Здесь уже третий год временно размещена начальная школа. Учащиеся сдвигают парты и начинаются занятия. Старшеклассники постигают физкультуру в здании Дома культуры. В зрительном зале они осваивают тренажеры, а в танцевальном приобретают навыки прыжков в высоту при помощи скакалки. Три года назад из аварийного здания школы учителя с учениками были вынуждены переехать в интернат. Здесь в комнатах и спальных помещениях разместились учебные классы. Новое здание школы находится в начальной стадии строительства. А вот спорткомплекс, готовый под ключ, который расположен рядом с интернатом, почему-то на замке. Спорткомплекс, вообще-то он уже готов к эксплуатации, но подрядчик не может организоваться и сдать весь пакет документов в Заполярный район. Заполярный район уже буквально их ходит, за руку дергает, что сдавайте, чтобы они сдавали объект. Но, однако, вот из-за их такой вот организации, такой ужасной, мы этот объект никак не можем получить. В новом спорткомплексе многие дети уже побывали на открытии, и впечатления у них остались самые приятные. На втором этаже располагается малый теннисный зал, тренажерный, имеются раздевалки и душевые комнаты. Спортивный зал на первом этаже укомплектован волейбольным, мини-футбольным и баскетбольным инвентарем. Он очень большой, там высокие потолки, все оборудование есть. Он подготовлен для занятий физкультурой. Школьная команда из Нижней Пёши в 2012 году одержала победу в первенстве округа среди юношей по волейболу. Два раза побеждала на соревнованиях в селе Ома. В этом сезоне собираются поехать туда же, сразиться в баскетбол. Правда, место для тренировок порой продувается ветрами и снег сверху падает. Но другого варианта пока нет. Возле школы на улице есть кольцо, а там пытаемся играть, бросать тренироваться. Новое руководство подрядчика «Строй-Дормаш-Комплект» дало обещание, что на днях представит все документы на проверку в Заполярный район. И, наконец-то, вопрос с пуском в эксплуатацию спортивного сооружения с универсальным игровым залом будет разрешен. То, что этот объект востребован, и население его очень ждет, мы прекрасно знаем, прекрасно это понимаем. Очень хотим, чтобы это все как можно быстрее закончилось, чтобы объект вступил в свою нормальную, полноценную работу. Но давайте еще раз, может быть, меня увидят в том числе и те исполнители подрядчика, от которых зависит, от которых мы ждем с документами. Обращаюсь к ним, чтобы они сдержали свое слово в среду, нам эти документы представили. Ну а дальше уже, если, еще раз повторяюсь, если претензий к качеству этих документов не будет, то дальше уже все будет зависеть от нас. На следующей неделе, пусть может быть к концу недели, следующий договор о пользовании этим зданием может быть подписан с главой муниципального образования. А пока это баскетбольное кольцо на фоне спорткомплекса единственный шанс научиться защищать спортивную честь школы, которая, кстати, в конце ноября исполняется 120 лет со дня основания. Александр Усачев, телеканал «Север», Нижняя Пеша.